Девчонки, всем привет! Как вы поняли из названия видео, сегодня будут мои очередные пустые баночки. Будут все те средства, которые закончились у меня в марте месяце. Если вам интересно узнать, что же все-таки у меня закончилось и какое у меня сложилось мнение, тогда я вас приглашаю к просмотру и начнем. У меня в этот раз получилась опять вот такая вот огромная, просто даже не в корзинку, а тазик, который, тазичек, в который я все сложила и надеюсь, что-то вы полезное для себя почерпнете. У меня опять сын воюет с котом, у нас новая эпоха поведения, теперь мы деремся с котом. Ну вот, девочки, что у меня закончилось, это были мои губки от фирмы Мастер Блеск, очередные две штучки, которые я купила, они у меня закончились и я их благополучно выбросила. У меня их я каждую неделю, мне нравится ощущение чистой губки всегда, и поэтому я не вижу смысла покупать какую-то супердорогую и пользоваться ей на протяжении сколько-то месяцев. Поэтому я всегда смотрю цена качественно и в течение недели я их пользуюсь, потом просто выбрасываю, достаю новую, другую. Вот, кстати, неплохие губки, стоят действительно неэкономично. Следующее, что у меня закончилось, это у меня, знаете, целый набор в этот раз глин, две голубые глины и одна черная у меня закончилась. Черная у меня еще немножко осталась. В связи с тем, что вы все знаете, что я переживала огромный стресс в марте месяце и боролась с этим стрессом, я с помощью глиняных масок успокаивала свою кожу на лице, чтобы у меня не было никаких воспалений. И также делала просто масочки какие-то. Я люблю глиняные маски, я люблю голубую глину, черная глина, мне понравилась менее. Я вообще, знаете, вот черная глина, она позиционирует себя именно как глина, которая борется именно с акне, с черными точками, с воспалениями, с прыщиками. Но что я могу сказать, девочки, она мне менее подошла, нежели голубая. Голубая действительно справилась, хотя она пишется как просто для нормальной кожи. Не знаю, вот для моей кожи подходит больше голубая, черная не особо, поэтому черную я больше, скорее всего, брать не буду. Голубая, как была у меня в приоритетах, она так у меня останется. В покупках, я так думаю, она у меня будет еще не один раз фигурировать. Так, следующее, что у меня закончилось, это были ватные диски Пушинка. Здесь их 80 штук. Как я уже говорила, на данные продукты я вообще не акцентирую свое внимание, поэтому беру бюджет и, в принципе, мне устраивает, как оно убирает макияж, стирает лак с ногтей. И поэтому нравится, беру и, наверное, дальше так и буду брать. Следующее, не знаю, как сюда забрела, это, как я уже показывала в покупках, это зубная щетка. Мы ее тоже уже выбросили, я каждый месяц меняю у ребенки щетки. Выбросили, понравилась, неплохая щетка. Цена, качество тоже очень даже бюджетно получилось. Следующее, что я покажу, что я выбрасываю, у меня еще буквально три штучки осталось, это маска от прыщей и угревой сыпи от фирмы Флорисан. Я ее брала, эту упаковку я брала еще в фикс прайсе перед Новым годом. Действительно, девчонки, мне понравилась эта маска, мне понравилась, как она работает на лице, мне понравилось то, что она не провоцирует новое высыпание. Она неплохо очищает, знаете, мне нравится ее наносить именно, когда я принимаю ванну. Мне такой, знаете, идет полный релакс. То есть, как бы, в принципе, очищает как-то, успокаивает. И я могу сказать, что именно она чуть-чуть подсушивает воспаление, вот убирает чуть-чуть красноту. То есть, в принципе, как бы, не критичная, могу сказать. Но неплохая масочка, которая у меня была. Следующее, что у меня закончилось, это был крем для рук ночной. Там, у меня больше нет кремов, больше кремов у меня нет. Крем, ой, простите. Крем для рук ночной от фирмы Бархатные ручки. Классный крем. Жалко, что он у меня моментально быстро заканчивается, но я ему это прощаю, потому что он действительно увлажняет, питает ручки. И после использования данного крема, кутикула увлажненная, ногти, я скажу, вот именно сама ногтевая пластина, она более ухоженная. Классный крем, который я буду покупать, который меня действительно впечатлил. Хороший крем, девчонки, кто не пробовал еще, обязательно попробуйте. За свою стоимость он очень хорошо даже работает на руках. Следующее, что хочу показать, блин, какой хаос у меня здесь. Следующее, что хочу показать, это была зубная паста от Blendomet 3D White. И могу вам сказать, что это сейчас паста находится у меня в лидерах по уходу за зубками, потому что, во-первых, нет вот этого безумного мятного жжения, которое есть от некоторых отбеливающих паст. Хорошая паста, хорошо очищает, освежает, и после нее, не знаете, дискомфорт, ожения десен, после нее десна не кровоточат. То есть мне, в принципе, нравится. Даже чувствительные зубы, мне кажется, за ними тоже будет хорошо ухаживать. Так что, девочки, очень неплохая паста, которую я уже беру очень долго. Следующее, что еще хочу показать, это, наверное, у меня будет... А давайте я вот так вот сделаю. Я вам покажу тоже уход за лицом. А, нет, давайте вот этот крем лучше. Крем от Himalaya Herbal. Да. Питательный, как я уже говорила, он мне не понравился, потому что, как оказалось, мне написали в комментариях по тем видео, то, что здесь содержится минеральное масло. И да, наверное, поэтому оно безбожно сушило мне кожу рук. Но могу вам сказать, девочки, после... Я нашла ему применение, я его использовала буквально за три раза. Как вы видите, абсолютно пустой. Я его использовала для педикюра. То есть, я делала педикюр и просто потом делала масочку с помощью этого крема. Неплохой получился эффект от него, но брать я его точно не буду, потому что, ну, это не то средство, ради которого нужно потратить те деньги, сколько он стоит. Так что, нет. Следующее средство, это мягкий скраб от чистой линии, который является тоже моим любимчиком, который замечательно вычищает поры. Даже, мне кажется, он открывает поры так деликатно для дальнейшего очищения вашей кожи, что вот прямо то, что нужно, не сильно, и при этом нет какого-то дискомфорта, когда вы пользуетесь более абразивными частичками. Классное средство. Я вот даже в каком-то видео, если вы прогуляетесь по моему каналу, вы увидите то, что я его сравниваю с скрабом для лица от фирмы Clorans, или Clorans, как правильно. Так что, в принципе, неплохое бюджетное средство, которое мне очень нравится, и которое я буду покупать, и он у меня уже стоит в заметках, чтобы его взять на весну. Следующее средство, которое я вам сейчас покажу, для меня было первые три раза. Оно мне понравилось, как работает на коже, а потом я почувствовала обратный эффект. Я не знаю, в связи с чем это связано, может быть, продукт мне не подошел, а может быть, просто просрочился. Это Organic Shop гель-маска для лица во увлажнении. Магаданское алое. Девчонки, знаете, вот первые два-три раза, когда я ее пользовалась, мне понравилось то, что действительно увлажнение, даже наносила на кожу вокруг глаз, но потом я заметила то, что у меня идет, знаете, как аллергическая реакция, у меня стало отекать лицо, то есть после использования данной маски у меня произошел отек лица. И я не поняла, что со мной не так. Естественно, я выпила средство от аллергии, я стала брать свою термальную водичку АВН, успокаивать свою кожу, потому что я правда не поняла, что со мной происходит. Но потом, наверное, на следующий день, уже вот этот вот безумный отек, который у меня был на лице, он спал, и я поняла то, что скорее всего, либо средство мне не подошло, либо условия, может быть, его хранения были не какие-то, потому что первые же три раза оно мне понравилось, на четвертый раз как-то вот не сошлось. Либо просто срок годности вышел, либо, я не знаю, в связи с чем это было, но правда, его здесь очень много, где-то еще вот так вот. Не знаю, девчонки, так что советовать не могу. Если вы будете его брать, обязательно где-нибудь сделайте тест на запястье, на сгибе локтя, потому что, ну, то, что было со мной, мне надо было просто себя сфотографировать, чтобы вам показать, потому что это был реальный отек, вот просто отек кожи, причем такое, знаете, вот прям воспаление какое-то на лице было. Ну, вроде бы здесь у него срок годности нормально, не знаю, в чем была проблема, грешить не буду, так что вот как-то вот так вот у меня не срослось. Следующее средство, которое у меня для очищения лица, все я добила, я добила свою любимку от фирмы Шоссейда, Бенифианс, скорее всего, я себе куплю как-нибудь в хотелках полноразмерку, это классное средство, которое имеет маленькие скрабирующие, мне кажется, там частички есть, и оно немножечко скрабирует, при всем при этом оно хорошо очищает, также оно увлажняет, просто классное средство, которое я могу посоветовать любой коже, жирной, сухой, нормальной, вот у меня кожа, я сейчас даже уже затрудняюсь, к какому типу оно у меня относится, ну, классное, правда, средство, которое на меня произвело впечатление, и вот этой вот малюшечки мне хватило буквально на 3 месяца, по-моему, использования, даже может больше, ну, классная штучка, которая, которая на меня произвела неизгладимое положительное впечатление, так что вот так, новички. Следующее средство, тоже от фирмы Шесейда, это последняя моя упаковка, по-моему, их патчей, под глаза тоже классное средство, они здесь, по-моему, содержат ретинол, да, на основе чистого ретинола, классно подтягивает, классно питает, после использования данных патчей, у меня ощущение, когда я смотрю в зеркало, то, что я выспалась, у меня кожа, действительно, после использования данных патчей под глаза, я заметила то, что у меня вот этот усталый взгляд, мешочки под глазами, синева какая-то, они уходят, и ощущение после использования данных масок, то, что как будто бы я выспалась, и прямо кожа сияет под глазами, мне очень нравится, как они работают, и какой эффект они дают, жалко, что он не очень длительный, но за то, что вот они делают под глазами, для кожи вокруг глаз, очень классно, могу сказать, то, что вот эти патчи, это как палочка-вручалочка, если вам нужно на какое-то мероприятие, просто выглядеть очень хорошо, так что, девчонки, присмотрите данного продукта, неплохие патчи, следующее, что хочу показать, тоже для лица, закончилась гарниер чистая кожа, актив вот с этой вот замечательной щеточкой, неплохое средство, которое замечательно подсушивает, которое убирает воспаление, которое содержит очень много салициловой кислоты, неплохо очищает, моему супругу понравилось, мне в принципе, я тоже от него какой-то дискомфорт не получила, классная штучка, сейчас бы еще найти какой-нибудь очищающий, очищающее средство, вот именно вот такой вот какой-нибудь приборчик, для того, чтобы манипуляциями очищать лицо, потому что, мне кажется, вот эта задумка вообще очень классная, такой прям ершик по лицу, здоровская штучка, цена-качество. Так, следующее, что у меня закончилось, это моя любимка, фирма Aven, термальная вода, мне ее хватило на 3 месяца, классная водичка, которая успокаивает кожу, которая, мне кажется, ее увлажняет, питает, классная вещь, которую я еще приобрету, здоровская штучка, жаль, что закончилось. Так, следующее, что у меня закончилось, это вот такой вот крем от Ифраше, с ромашкой, абсолютно полностью его добила, буду доставать следующий, классно, хорошо питала, увлажняла кожу, которая не была никакой липкости, замечательно впитывается, не было какого-то неприятного запаха, после использования данного крема, правда классный, правда хороший, нравится его использовать вообще на все тело, даже для лица, но я психологически не могу его использовать на лицо, не знаю почему, но на тело просто палочка-выручалочка. Следующее, что хочу показать, у меня закончилось мое масло для лица, масло из виноградных косточек, при ближайшем походе в аптеку, скорее всего, я еще прикуплю себе такое масло, классная штучка, не комитогенно, классно увлажняет кожу, питает и выравнивает цвет лица, то есть мне даже кажется, в нем есть какой-то еще и лифтинг эффект, классная просто штука, мне нравится. Так, следующее, что хочу показать, давайте, знаете, как сделаем, я вам покажу, а вот у меня еще для лица, закончилась моя мицеллярочка, увы, ах, имеет свойство заканчиваться, но я не отчаиваюсь, я себе уже в ближайшее будущее куплю свеженькую, новенькую, тоже розовенькую возьму, классная штука, которая замечательно убирает макияж глаз, лица, классное средство, спасибо, спасибо фирме Гарагер. следующее, что у меня закончилось, это у меня, это у меня закончился гель для душа лаванда от Ифраше, я просто в восторге от этого аромата, мне нравится ее использовать именно перед сном, действительно успокаивает, после использования данной, данного геля для душа, в ванной аромат лаванды, полная релаксация, успокаиваешься и готовишься ко сну, классная вещь, хватило мне ее тоже где-то на месяц, при активном использовании, хороший гель для душа, не сушит кожу, замечательно пенится, классный, хороший гель для душа, который скорее всего, я тоже скоро закажу себе, куплю, следующее, что хочу показать, закончилось вот такое вот мыло, от фирмы Детол, увлажнением, антибактериально, оно содержит здесь, с алоей, молочными протеинами, классное мыло, которое действительно, мне кажется, убирает бактерии, и увлажняет кожу рук, классное, хорошее мыло, которое могу посоветовать всем мамочкам, но и в принципе, для гигиены рук, очень даже хорошее, следующее, что хочу показать, то, что я выбрасываю, это вот такой дуэт, от белорусской косметики, битекс, это у нас шампунь сияния, и бальзам сияния, полное мое разочарование в уходе, но, хочу вам сказать, девочки, то, что остаточки, я его добила, добила по своему старому рецепту, скорее всего, отдельно сниму видео, как, если не нравится шампунь, что с ним можно сделать, чтобы он хоть какую-то вам пользу приносил, и в принципе, вот такая, знаете, на четверочку маска для, ну, это даже не маска, это бальзам для волос, который, ну, я не могу сказать, что что-то сверхъестественное с волосами сделал, и, как бы, ну, свое внимание на этих продуктах я тоже не могу акцентировать, потому что, как бы, ну, меня правда разочаровала, эта серия подкачала, именно для меня она не очень сильно подошла. Следующее тоже, что закончилось, это от фирмы Belita Vindex, маска Reveyor, которая у нас идет, маска для волос, тройного действия, маска, которая не сделала на моих волосах совершенно ничего, волосы после нее, я хочу сказать, даже были более сухими, и после нее, вот после этих масок, именно после вот этой серии волос, нужно очень долго восстанавливать, для того, чтобы они приобрели хоть какую-то жизненную силу, чтобы, ну, они красиво смотрели с распущенными, либо в какой-то укладке, правда, совершенно не понравилось, совершенно не могу советовать данную продукцию. Следующее, что у меня закончилось, и я с радостью выбрасываю, это подру от фирмы L'Etoile, она у меня идет в 513 цвете, неплохая подра, как бы, должна была казаться, то есть у нее идет абсолютно мелкий помол, неплохой цвет, но для меня она очень сильно пересушивает кожу, после нее, я даже подозреваю, что есть какие-то раздражения, но совершенно мне не понравилось, и больше я точно такую пудру себе не возьму, выбрасываю с радостью, и в скором будущем, я, наверное, куплю себе какую-то другую пудру, которая мне действительно, которая действительно мне будет нравиться, так что девчонке вообще не могу советовать. И следующее, что я с радостью тоже выбрасываю, это тоже фирма L'Etoile, это их корректор маскирующий несовершенства, совершенно не те продукты, которые нужно покупать, на меня никакое положительное впечатление они не произвели, он идет с таким вот носиком, совершенно бесполезный продукт, который забивает поры, после которого, после использования которого нужно кожу максимально долго очищать, вычищать поры, после него запитость также, тем более он окисляется на лице, причем становится такими пятнами, совершенно не понравилось и больше ни за что не повторю. Следующее, что у меня закончилось, это были два вот таких вот лака, один от фирмы Maybelline, уже такой весь активно потертый, вот такой вот цвет у него, даже сейчас вам не скажу, какой цвет был, какой-то там 312, что ли такой вот молочный, полосит, и при всем при этом, он как-то знаете, растекается, мне не понравился на ногтях, и от фирмы Sally Hansen, вот такой вот у него замечательный цвет, фиолетовый уходящий, цвет его, тоже не могу сказать номер, он у меня стертый весь, но могу сказать, девчонки, одно то, что по истечению времени, вот именно вот этот цвет, он у меня стал очень долго сохнуть, сходить просто пленкой, и я просто подозреваю, что срок годности у него просто кончился, поэтому выбрасываю, и просто прикуплю себе какие-то новые цвета, вот, закончились два пробничка у меня, от A4R, и от фирмы Diesel, которые мне попадались в коробочках красоты, с удовольствием ими воспользовалась, я не скажу, что это те продукты, за которые я куплю в полной размерке, но в разнообразии, я им с удовольствием, как еще раз повторюсь, повторюсь, воспользовалась, мне понравились ароматы, неплохие ароматы, которые в принципе носибельные, но не куплю я полной размерки, так что, как-то вот так вот, следующее, а, у меня еще пробничек завалялся, от фирмы Freshline, это у нас идет, крем для лица, Афина, неплохой крем, но при нанесении вот этого крема, у меня он вызвал какое-то жжение на лице, поэтому, скорее всего, точно не куплю, так что, вот так вот как-то, ну вот, девчонки, это были все мои пустые баночки, надеюсь, я вас не сильно замучила своей болтовнью, надеюсь, для вас это видео было полезным и интересным, если да, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, приглашаю вас в свой инстаграм, кто еще там не был, приходите по ссылкам, там тоже я выкладываю свои фотографии, и намного чаще, чем вы здесь, так что, девочки, жду вас там, я буду рада вас там видеть, и я вас всех люблю, целую, берегите себя и своих близких, с вами была Вашира, всем пока-пока!